Медиагруппа Авангард представляет Это хорошо продемонстрирует на пирамиде боли. Она собой показывает, как сложность обнаружения отдельных индикаторов растет по направлению этой пирамиды. Соответственно, большая часть звеньев этой пирамиды закрывается современными средствами защиты в автоматизированном режиме. И все современное реагирование ручное в основном ориентируется на то, чтобы выявлять техники и тактики атакующих. И это можно понять, потому что, найдя средства защиты от определенной техники, возможно обезопасить от себя действия отдельных группировок. И дальше существует несколько подходов для поиска этих техник. Первое – это реактивная работа по тем правилам, которые уже заложены в систему. Но даже с ростом количества этих правил не удается выйти на одну волну с злоумышленниками и работать с ними в одном временном фрейме. И тогда применяют такую технологию, как thread hunting, которая базируется в основном на опыте специалистов по расследованию. Она формулирует некоторый набор гипотез и в дальнейшем валидирует их, старается обнаружить атаку на более ранней стадии. Дальше. Что же мешает эффективно хантить? Я думаю, что многие из вас встречали такие проблемы в своей инфраструктуре. Во-первых, там полный бардак. И с этого хорошо способствует объединение, внедрение различных средств, смена команды и так далее. Дальше. Большие объемы. Этим сейчас вообще никого не удивить. Даже подключая логи какого-то контроллера домена, можно получить большие данные. И следующее уже как таковая проблема хантинга. Первое. Как найти нужную гипотезу? Я думаю, что если вы начнете копаться в каком-то определенном наборе событий, вы всегда найдете какие-то аномалии и почвы доработая. И всегда встает вопрос, как найти то, за что следует браться. Ну и следующий шаг и проблема, которая им порождается дальше. Как это провалидировать? Я думаю, что если вы начнете заниматься хантингом, очень быстро поймете, что в интерпрайзе практически нет людей, которые готовы сказать, а как вообще здесь должно быть нормально? Должны ли здесь быть эти учетные записи? Разрешен ли этот сетевой вход? То есть очень мало источников достоверной информации. Ну и дальше. Чем же могут помочь инструменты? Я думаю, также никого не удивлю, что искать угрозы и хантить возможно при помощи грепа или скриптов, разливающих через AD. Но эффективность такого хантинга, она будет точной, и заниматься этим на регулярной основе достаточно тяжело. Поэтому мы выдвигали следующие требования при построении нашей системы хантинга. Первое. Работа с большими данными. Это понятно, исходя из тех инфраструктур, которые существуют в реальном мире. Дальше. Работа с гипотезами. Дальше. Автоматизация рутинных операций. Ну и следующее, что мы опять же извлекли из опыта, что специалистам по хантингу требуется некоторая коллаборация работы между собой. И пройдемся немного по самым ключевым из этих звеньев. Первое. Помощь в построении гипотез. Как раз то, с чего нужно начинать тот самый хантинг. Первое, что приходит на ум, это начинать с самого важного. Здесь выходит на первое место приоритизация самих активов, приоритизация инцидентов, которые были выявлены, и учет некоторой достоверности техник, по которым это выявлялось. Первый фактор. Следующее, что нам помогает находить интересные гипотезы. Это некоторые статистические выборки, плюс некоторые отклонения от общего бейзлайна или статистики. Ну и, естественно, фильтры, группировки и прочее. Дальше. После того, как мы выбрали гипотезу, что может нам помочь валидировать эти гипотезы? Естественно, первое, что приходит на ум, это обогащение различными данными. Это могут быть как threat intelligence данные, так и всевозможные внутренние и внешние источники, позволяющие обогатить какие-то данные по активам. Для того, чтобы эффективно сложить перед собой такой пазл, который представляет собой расследование, часто приходится делать такое погружение вглубь. Поэтому чем лучший инструмент позволяет путешествовать по данным в разные стороны, углубляясь или расширяя свой взор, тем эффективнее работа хантера. Момент, который также вышел из опыта, что представляя контекст расследования в некоторых сетевой граф, также возможно дать специалисту хорошие пути для расследования. С точки зрения автоматизации мы остановились на следующих рутинных операциях. Что после того, как какая-то гипотеза провалидирована специалистом вручную, как правило, хочется ее еще раз проиграть на каких-то других данных или на другом наборе систем. То есть система позволяет историческую корреляцию. Ну и некоторый выход из процесса хантинга – это создание инцидента. То есть как весь контекст, который хантер нахантил в процессе своей работы, как его в дальнейшем передать на реагирование, устранение и дальнейшие шаги по разбору. Собирая все уединок. Как, на наш взгляд, должна работать система тренд-хантинга? Первое. Аналитик вносит в систему некоторые входные параметры. То есть в каком временном окне мы работаем, с какими примерными источниками, какие есть еще входные моменты, которым можно уменьшить количество гипотезы новолизации. Дальше. Система сама на основе тех данных, которые у нее есть, как то события СИЭМ, всевозможные интеграции с тренд-интеллиженсом, интеграции с корпоративной системой, сама должна выдать аналитику некоторый набор релевантных гипотез, отранжированных по важности. А дальше как раз включается тот самый опыт тренд-хантера по разбору этих гипотез и использованию инструментов по анализу. Ну и на выходе должна рождаться некоторая сводка тех действий. Это либо инцидент, либо признание фалс-позитива, ну или просто выход из данного цикла хантинга. Коллеги, спасибо. Удачной охоты. Тщательно калибруйте свое оружие. Спасибо. 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 Спасибо.